Здравствуйте, Джеймс. Здравствуйте. Торговля произведениями искусства уже не одну сотню лет относится к числу самых уважаемых направлений бизнеса. А профессия арт-дилера как для публики, так и для художников окружна ореолом романтизма и загадочности. Вы формируете коллекцию, участвуете во многих музейных выставках, читаете лекции по истории русского искусства. Как вы пришли к этой профессии, стали арт-директором? Как вообще это получилось? Получилось так, что, во-первых, я учился в университете истории искусства, и до университета у меня было два года достаточно насыщенные курсы об истории искусства. Дальше, вот это было, нельзя сказать, что семейный бизнес, но в семье были люди, которые занимались искусством, в том числе в Сотпис, дед работал директором Сотпис, крестный отец, который потом оказался очень близкий друг, он был президентом Сотпис в Нью-Йорке, и мои родители все время меня подтолкнули к этому бизнесу. Они считали, что это был бизнес именно для меня. Наследственность, да? Наследственность. При этом у нас был дома антиквариат. И всю жизнь я как-то обратил внимание на антиквариат, который дома был, или у бабушки были роскошные корзины. То есть я был окружен все-таки антиквариатом. Ну, теперь понятно, что вы в курсе динамики развития этого рынка. И как, по вашему мнению, интернет сейчас очень влияет на рынок в целом? Ведь раньше в основном же, насколько я знаю, на аукционах закрытых, открытых там были торги. А сейчас, по-моему, легко залезть в интернет или все-таки не влияет? Влияет очень сильно, конечно. Во-первых, этот бизнес стал для нас значительно легче. Ну, что, когда я начал работать в этом бизнесе, и нам хотелось показывать клиенту картину, фотографии, мы, конечно, отправили почты. То есть фотографии, информацию по почте. И, естественно, сейчас можно отправить любой файл большого объема клиенту, и он может даже судить без и не смотреть на самую картину и принимать решение покупать, не покупать. То есть и дальше информация стала намного доступнее. То есть люди могут сейчас влезть в интернет и найти любую абсолютную информацию об искусстве, о приобретении искусства, какие эксперты. В России это особенно широко развити. Безусловно, вот вы сказали о плюсах, но есть же наверняка и минусы. Ведь интернет позволяет, как сказать, легализоваться, что ли, большую свободу действий дает мошенникам. Ведь не секрет, что на этом рынке очень много... Ну, Андрей, вот проблема в том, что пресса, прощу прощения, но пресса всегда акцентирует негативные. Ну, естественно, да. На самом деле покупать настоящие подлинники достаточно просто. Просто машинники, конечно, есть. К сожалению, вот на российском рынке это особенно широко развити. Но настолько интернет это позволяет, не знаю, потому что, с другой стороны, это облегчает процесс. Потому что я, допустим, получаю от разных людей в Европу, ну, каждую неделю фактически фотографии. А я не просил моего профессионального мнения, вещь подлинник или нет. К сожалению, 99% времени это не подлинник. Но это относится к русскому рынку. Вот говоря о русском рынке, вы уже не первый год принимаете участие в работе российского антикварного салона. И вот, как мои коллеги говорят, одна из важнейших тенденций, которые можно отметить на этом салоне, обилие графики. Вот как, на ваш взгляд, насколько полно в моду вошли графические работы? Какой популярностью сейчас используется графика у вас на родине и в России? Есть разница какая-то? Ну, разница-то есть. Потому что вы не забывайте, что рынок искусства, он на Западе уже сто лет был сформирован. И, то есть, огромна еще есть разница. Я хочу сказать, что россияне уже стали принимать графику по разным причинам. Главной причиной, что нет масла этих авторов, которые они хотят. Когда ко мне обращаются новые коллекционеры, у них всегда есть список авторов. Ну, Петро Водькин, Врубель, Генчиро, Лорионов. И все масло. И я постараюсь объяснить, что масло найти фактически невозможно. Что касается Врубеля, это исключительно невозможно. Что касается Петра Водькина, это бывает раз в три года, в четыре года. То есть, они не понимают. То есть, сейчас они уже стали понять, что единственная возможность приобрести подлинную картину Петра Водькина, ну, скажем, в 20-х годах, когда его творчество было самое яркое и красивое, надо тогда покупать графику. А вот интересный тоже вопрос. А что ищут зарубежные коллекционеры на российском рынке? Зачем охотятся, зачем спрос есть самый большой? Вот понятно, что графика, да, безусловно. Но что еще есть на рынке привлекательного для зарубежных коллекционеров? Зарубежных коллекционеров? Их, в принципе, нет. Они интернациональны. Во-первых, Андрей, не забывайте, что российский рынок очень специфический. Покупателей с Запада на русские вещи фактически нет. Наоборот, есть русские покупатели на... Да. И вот как раз вот на Западе вот есть уже большой сегмент рынка, вот схватили русские. Здесь это одни русские покупатели. Я, конечно, здесь и покупаю русские вещи. Но я, ну, не один, конечно, но таких коллекционеров, как я, очень мало. Насколько сейчас востребованы арт-дилеры? И часто ли к вам за консультацией обращаются различные коллекционеры антиквариев? Часто. Очень часто. Ну, а просят оценить художественную стоимость или подделка, фальшивка, вот мнение какое? В основном это вопрос о подлинности картины. О подлинности картины, да? И вот я же вам говорю, где-то раз в неделю мне отправят какие-то картины. И иногда, история достаточно печальная, что люди вкладывали большие деньги. Ну, к сожалению, верили в чудеса. Покупали картину за 2 миллиона, когда, если это была настоящая картина, стоила бы 10-15 миллионов. Ну, ко мне очень часто обращаются, да, за консультацией, предлагают картины для приобретения или для участия в выставках, например. Знаете, у нас в журналистике есть такое железное правило, информацию проверять из трех независимых источников. Вот какие-то такие интересные правила есть у вас? Допустим, как-то дублируются запросы по поводу подлинности картин, или есть какая-то служба всемирная поиска? Вот каким образом проверяется? Ну, во-первых, я всегда доверяюсь своим глазам, это в первую очередь, и своему опыту. Интуиции, да. Да, это первое. Если бы у меня есть капельки сомнений, есть к кому обратиться. И я, как раз, обращаюсь, ну, я хочу сказать, сто процентов времени к русским экспертам, но в основном к русским дилерам. Вот, что касается мир графики, у нас, слава богу, есть в нашем мире супер абсолютный эксперт, это Елена Михайловна Жукова, она блестящий абсолютный эксперт. Я, конечно, очень часто ползаю с его советом, но обычно я обращаюсь к самым дилерам по поводу вопроса аутентичных. Есть такое слово провинанс, и есть проверенный провинанс. Вот у всех моих картин, например, есть абсолютно проверенный провинанс, откуда, где они были, у кого они, ну, в каких коллекциях они были. Генеалогическое древо, да, картины практически. И это безумно интересно потом, так как на российском рынке много-много вещей просто спрятали, ну, под кровать или в шкаф. А почему? То есть это менталитет такой? Менталитет. Они боялись. Боялись, что вдруг у них какой-то дорогостоящий антиквариат дома. А почему? Для какой цели? Потому что вот при советской власти покупатель был все-таки один, это государство. И когда государство эти вещи не имел, не приобрели, и они были в частных домах, был некий страх у владельцев, что они просто отберут и поставят в музей. Но сейчас есть такие люди, которые занимаются исследованием картины и делают это на очень профессиональном уровне. Я тоже часто пользуюсь их советом. Вот как трудно войти на этот рынок новичку, да, наверное, он проверяется, перепроверяется. Вот, допустим, появляются новые арт-дилеры. Как вы принимаете его в свое время? Ну, вопрос прекрасный, потому что мне тяжело представить, что я сегодня стал арт-дилером. Снова, заново. И как раз у меня такая же сейчас ситуация. Есть эта самоприятельница, она стала работать, вот, ну, она стала сотрудницей на моей галереи. И я посмотрю на него, и мне тяжело представить, как ей было бы тяжело, если не была бы моя сетка контактов, экспертов, покупателей и так далее. Вот, конечно, мы воспринимаем, ну, я воспринимаю все. Я просто радуюсь от появления новых дилеров. Потому что это просто, опять, подтверждение о том, что рынок живой, что есть потребности покупателей, экспертов и так далее. Ну, на сегодняшний день я бы не стал арт-дилером, если честно. Это сложно было бы. Ну, сложно, но по вашему костюму видно, что профессия достаточно прибыльная. Ну, старая, на самом деле. Конечно, прибыльная. Прибыльная и интересная. И дают вам... Вот, факт, что я занимаюсь искусством, это, конечно, честь и привилегия. Факт, что я занимаюсь искусством именно на русском рынке, это тоже большая привилегия и большая честь. Ну, что ж, я не местный человек, я иностранец. Но меня воспринимали как своих. Главное, что это безумно интересно. Это главный фактор, который я относился к арт-дилерам. Ну, спасибо за комплименты. Спасибо вам за то, что вы пришли в студию и ответили на наши вопросы. А нашим телезрителям хочу напомнить, что у вас в гостях был арт-дилер, коллекционер, искусствовед Джеймс Баттервик.